конференция роста 18 поездка все мы повезли все наши поздравления это мы снимали после семейного семинара не хотел чтобы показали на проекторе и показали там церкви ландмаркер министри и они передали нам свой привет поэтому я хотел чтобы все посмотрели перед тем как я начну здесь реально круто очень много так это наша замануха я так сказал а это уже с южной кореи нам передают ну вот примем да если приедут к нам сегодня я хочу прочитать одно место потом мы помолимся я потом начну свое свидетельство это место написано у пророка иеремии 15 глава с 15 стиха я пока начну читать о господи ты знаешь все вспомни обо мне и посети меня и отомсти за меня гонителем моим не погуби меня под долгозепенью твоему ты знаешь что ради тебя несу я поругание обретены слова твои и я съел их ибо слово твое мне в радость и висели сердце моего ибо имя твое наречено на мне господи боже саваоф не сидел я в собрании смеющихся и не веселился под тяготеющую на мне рукой твоей я сидел одиноко ибо ты исполнил меня негодование за что так упорно болезнь моя и рана моя так низ цельно что отвергает врачевание неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником неверную водой носи я так сказал господь если ты обратишься то я восставлю тебя и будешь предстоять пред лицом моим если извлечешь драгоценное изничтожного то будешь как мои уста они сами будут обращаться к тебе они ты будешь обращаться к ним и сделаю тебя для этого народа крепкою медную стеной они будут радовать против тебя но не одолею тебя ибо я с тобой чтобы спасать избавляя тебя говорит господь и спасу тебя от руки злых избавлю тебя от руки притеснителей это пишет иеремия тот момент когда бог уже приготовил обленные казни суды для израиля и уже не хотел их миловать больше этот человек в одиночку вступился за народ за израиль и вот такой вот диалог состоялся между богом и иеремии перевод имя и иеремия значение этого имени бог возвысит поэтому он здесь пишет о том что твое имя вплетено твое имя боже оно есть часть сути моей часть моего имени господь благослови твое слово благослови это свидетельство господь о наши поездки алируите спасибо тебе за то что хранишь нас пути за то что носишь наш на крылах своих за то что выводишь на злачны и пожить и гаспода садуешь новых друзей новые какие-то взаимоотношения новый уровень новой высоту господь спасибо тебе за то что господь эти видишь наше упование на тебя всемогущий аллирую отец мы благословляем твоего святой имя Мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аминь. И мне понравился пассаж, один стих из того места, которое я сегодня прочитал, где Слово Божие говорит, что «если ты научишься из ничтожного выносить драгоценное, то сделаю тебя, как свои уста». Вы знаете, мысль сама по себе потрясающая у Иеремии. Это то, что Бог сказал Иеремии и дал ему личное откровение. Потому что, вы знаете, человеческая натура, адамовая природа, она устроена как раз-таки, испорченная природа, она устроена как раз-таки с точностью наоборот. Почему? То есть человек по своей натуре будет смотреть на все хорошее, прекрасное, драгоценное и будет выносить из него что? Ничтожное. То есть мы во всем хорошем всегда найдем какой-то недостаток. И просто, ну вот, снег сегодня пошел, опять гадкая погода, завтра пойдет дождь, мы будем рукать дождь, завтра начнется весна, но вот опять грязь. Ну, это, вы знаете, на самом деле, просто это человеческая натура. Во всем увидеть все что-то такое, все только плохое. Ну вот, знаете, я вот когда постился 40 дней, то есть я 40 дней вошел в сорокодневку без еды. Это был мой Эверест, только на воде. На каком-то этапе я понял, что я переборщил, ну, то есть я взял что-то сверх силы, я не дойду до конца и, скорее всего, я умру, потому что где-то на 38-е сутки меня парализовал, и я не мог даже пошелохнуть. И вы знаете, что у меня была вот какая-то отрада такая, то есть когда я еще мог ходить, когда я мог еще доползти там до кухни, я брал черствый хлеб, черный черствый хлеб, сухой, я его нюхал. И вы знаете, для меня это было какое-то вот такое наслаждение. Через вот этот запах я каким-то образом научился себя насыщать, это давало мне какой-то радость. После вот этого 40-дневного поста я научился радоваться запахам. Вот запах хлеба для меня, ну, не знаю, это один из самых таких прекрасных запахов, которым я сегодня, вот я могу понюхать курочку хлеба, я могу этим насытиться. Я могу понюхать яблоко, да, или болгарский розовый помидор, да, все, то есть я насыщен, я уже сыт. Для меня очень важно просто посидеть просто перед столом, просто там с кем-то хорошо поговорить и просто посмотреть на вот то, что сегодня накрыла жена, да, то, как она приготовила, или там в гости пошли, просто порадоваться глазами. Сегодня я учусь радоваться. На самом деле, если ты знаешь Бога, можно уметь учиться радоваться у Него всему, что ты видишь, да. Сегодня снег пошел, это радость, да. Как Рязанов, да, хорошее стихотворение все-таки написал. Всякая погода, что? Благодать. Вот снег завтра пойдет, хорошо. Весна, прекрасно, да. Лето потом, потом зима опять. Вот вы знаете, это на самом деле, это такая радость. Наши люди, кстати, скучают. Мы были недавно, не так давно на Мальдивах, да, и наши люди, у которых там круглое лето, они скучают по зиме. Они говорят, вот нам бы снег повидать уже там, ну, несколько лет она там работает инструктором. Вот я скучаю по снегу. И я хотел бы снимки, да, чтобы мы посмотрели, начну рассказывать. Это нас встречал брат Сергей, мы уже знаем его по первому нашему приезду, он тоже хочет приехать в Болгарию, он вез нас на машине, привез вот на Русту, очень хороший, благословенный такой служитель Божий. Вот, давайте следующий. Это мы с пастором Йонгом, который к нам приезжал в прошлом году летом и привез свою группу, свою команду, ландмаркер. Министры, девчата, которые пели, ребята, которые, ну, очень мощно, конечно, они служили, очень мощное у них прославление, но очень, ну, на самом высоком уровне. Танцы с веерами, евангелизация в парке, когда они практически вот так без знания, не знаю, ни русский, ни болгарский язык, на ломаном английском языке они привели в нашу церковь 52 человека. И, конечно, вот после евангелизации привели на свой концерт. Вот, давайте мы дальше пойдем. И он передает нам огромный привет. Это вот посередине Наталья, с правой стороны от нее стоит миссионер Джин. Вот она как раз-таки из Австралии, то, что Наташа немножко говорила. А здесь вот с правой стороны стоит, ну, вот, если мы смотрим, Эльвира, который приезжал к нам, очень мощный такой служитель-евангелист, служение исцеления Джон Лейк, служение Джон Лейка и Кэри Блейка. И супруга пастора Йонга Саманима Муксаним по-корейски. Вот, мы очень хорошо провели время в служении постоянно. И, вы знаете, для корейцев вот эти круглосуточные служения – это что-то нормальное, это их естество, для них это норма. У них как-то служение плавно переходит в их работу, которая тоже является частью служения поклонения. И они трудятся в течение всей недели, этим самым поклоняются Богу, трудятся для людей, как для Господа Иисуса Христа, обслуживают людей, как Господа Иисуса Христа. У них, конечно, очень много народу приходит, очень большое такое движение. И этим самым они являют такой пример. Именно там, в Корее, я услышал такую мысль, что есть воскресные христиане, это христиане, которые уходят только по воскресеньям. Есть праздничные христиане, это Пасха, на Рождество, ну вот так прийти, свечку поставить. Есть христиане предсмертные, то есть перед смертью пригласите мне священника, чтобы он меня там отпел. Это самая опасная категория, которая думает, что они перед смертью покаяются и пойдут на небеса. Потому что Библия говорит, почему опасно? Потому что никто не знает, когда умрет. То есть тромб сорвался, да, и улетел, не успел сказать, прости меня, Господи, куда пошел, понятно, куда пошел, потому что Иисус тысячи раз предупреждает о том, что если не поверите мне, пойдете в гиенную огненную, там будет плач и скрежет зубов. То есть ад, он реален. И я хочу сказать о том, что ничем не лучшие праздничные христиане, которые входят в церковь только по праздникам, я хочу сказать, ничем не лучшие воскресные христиане, которые думают, что только вот, ну, достаточно, может быть, только по воскресеньям. Вера в Иисуса Христа – это образ жизни, это поменять свой образ жизни, это каждодневное хождение перед Богом, как Енох ходил перед Богом, да, и в один момент Бог взял его к себе на небесах непосредственно. Давайте следующий снимок. Мы не будем воскресными христианами, мы будем служить Богу каждый день, каждодневно, потому что на самом деле христианство, вера в Иисуса Христа – это образ жизни. Здесь мы входим, там большой зал, но там все в такой, в игровой форме, мы входим под одной такой ленточкой, надо так вот просто пройти, как в узкие врата. Следующий снимок – это было мощное поклонение, трое суток, практически вот так, непрестанно хвалы Богу. Очень сильная группа прославления, очень сильные молитвенники, очень сильное слово. Всего было восемь спикеров, включая нас с Наташей. Лично от президента Южной Кореи нам каждому спикеру вручили одеяло. Я думаю, что для нас это, ну, как признание какое-то. Ну, я думаю, предполагаю, что президент Кореи, каждый президент, он всегда от какой-то христианской партии, от какой-то христианской деноминации. И, скорее всего, как раз-таки, вот президент, вот как раз из нашей деноминации, да, и он решил нас отметить. То есть мы привезли с собой одеяло, которое подарено лично президентом. Ну, не просто президентом какой-то там конференции, президентом Республики Южная Корея, в которой живет 50 миллионов человек, и вот нас восьмерых решили отметить. Слава нашему Богу! Дальше. Мы посетили церковь Йонгичо. Это на сегодняшний день одна из самых больших, да, можно дальше, церквей. В мире за одно воскресенье проходит 4 служения, и каждое служение посещает более 300 тысяч человек. В общей сложности в день воскресенья проходит через это служение примерно 1 миллион 200 тысяч человек. Йонгичо, можно следующий снимок, он и по сей день действующий пастырь, сильный служитель, он, конечно, уже в возрасте, сейчас уже поменьше ездит. Вот эти все здания, которые вот на схеме, это все здания, которые принадлежат церкви. Вот это переднее здание, это здание примерно на 300 тысяч человек, здание посадочных мест. 300 тысяч человек, только подумай, это вся варна. Это вся варна вот в этом здании. Этой церкви принадлежит огромный паркинг. Давайте вот следующий паркинг. Это мы проповедуем церкви, церкви Ланмаркер. Наталья дает свое свидетельство, слово о семье. Потом я давал также проповедь, там откровение молился. Это пастыря, спикеры, которые как раз таки проповедовали. Вот давайте дальше. Спикеры это те, которые вот в белых одеждах, потом там все у них четко, у них очень мощнейшая организация. В красных это другая какая-то, вот на самом деле, это прославители там, например, я точно не помню. В темных одеждах это стаф, это те, которые просто вот так все обслуживали, обставляли все. Организация просто потрясающая. То есть у корейцев реально есть чему поучиться. Послужили они на славу. Здесь сидит около 500 человек. То есть конференция где-то 480 человек была охвачена. И организация была такая, что вообще никакой ни запинки, ни одной заминки, все были накормлены, насыты. С нас не взяли ни одной копейки. Для того, чтобы, например, там пообедать или там что-то поужинать. Все настолько благотворительно, на самом деле, у южных корейцев. Следующий снимок. Большой зал. Огромный зал, который принадлежит в церкви Онурии. Церковь Онурии – это вот пастырь, который в 10-м году, в 11-м году он скончался. Йонг Джо Ха. Это пастырь, известен как основатель церкви Онурии, которая на сегодняшний день исправила, как на болгарском, отправила более 2000 миссионеров. То есть эта церковь стоит на первом месте по отправке миссионеров по всему миру. То есть самая мощная церковь, которая больше всего отправила миссионеров по всему липу земли. Этого пастыря очень почитают, его похоронили на территории одного большого такого парка, который также считается миссионерским центром, где готовят миссионеров в самые различные страны. Следующий снимок. Это вот наш знаменитый чемодан, который, кстати, именно в этом чемодане мы перевозили тайну Библии в Китай, в подземную церковь. Это вот история этого чемодана. Мой сын заносит чемодан с Библиями. И потом вот именно с этого чемодана мы донесли Библию до подземной церкви и просто благотворили, просто подарили эти Библии, благословили, за что нас китайская церковь пригласила в следующий раз проповедовать там. Я думаю, что все не случайно было, потому что мы первый раз полетели арабскими линиями. Я думаю, что в этом что-то есть духовное, потому что они как будто бы набросились на вот этот чемодан, в котором, ну, это героический, короче, чемодан, который послужил Богу. Двое суток они его там держали, и потом, когда нам вернули, он был весь растрепан и разбит. Я сказал Наташе, я этого просто так не оставлю, я буду на них жаловаться, пока из них не выбью, что они купят нам новый чемодан, я не успокоюсь, потому что, ну, что это такое, ну, там, двое суток я не брился, ну, просто мы остались без ничего буквально, и тут они доставляют нам чемодан, который абсолютно полностью был разбит. Вот через пастыри мы обратились в арабскую компанию, и следующий снимок, они нам компенсировали, купили нам новый чемодан, поэтому никогда не сдавайтесь, да, ну, просто стойте твердо, потому что это тоже есть духовная брань, не надо признавать там о том, что, ну, вот они там, у них власть имущие, что хотят, что творят, надо вставать вот в брани, на самом деле, просто добиваться того, чтобы наше имущество, которое нам приждет по праву, чтобы дьявол его вернул, потому что он ничего не может. Следующий снимок, и вот мы уже обратно летим в Болгарию, да, ну, опять же, долго добирались, еще там есть что-то, я вот не помню, после этого снимка, по-моему, нету, да? Такая поездка была, и вы знаете, на самом деле, вот это крыло, оно мне напомнило о том сне, Бог со мной часто говорит с нами, и я уже четко знаю, когда Бог говорит через сон, потому что сон, который Бог дает, сон, который от Господа, он может присниться, как в Библии написано, дважды, не один раз, как будто бы Бог напоминает, он говорит, вот, вот это, это не случайно, это не просто так, это не потому, что ты перекушал перед сном, этот сон, он обычно очень реалистичный, то есть это какая-то реальность, которая, ну, ты немало не сомневаюсь, это реальность, которая намного реальнее нашей реальности, и вы знаете, я во сне до сих пор летаю, ну, например, раньше, да, я слышал от докторов о том, что летают только те люди, человеки, которые еще и еще растут, и как бы полеты во сне, это признак того, что ты еще растешь, ну, извините, в 52 года, я уже думал, что я уже в другую сторону уже расту, да, и я просто вижу во сне, что я летаю, и вы знаете, у меня уже есть своя стратегия, то есть, когда я летаю, у меня уже есть свой опыт, я знаю, как планировать во сне, я знаю, как у меня есть крылья во сне, они реальные крылья, я знаю, как ими махать, я знаю свои способности, и тут снится сон, что мы летим с Наташей на воздушном шаре, и этот воздушный шар начинает, катастрофически, скоростью начинает падать, я понимаю, что мы сейчас упадем, разобьемся, и я кричу, Наташа, обхвати меня, я прыгаю, потому что, ну, просто мы погибнем сейчас, она обхватывает меня руками и ногами, я выбрасываюсь с этого воздушного шара, и начинаю махать своим окрыльями, вылетая из этого шара, мы летим над землей, но я чувствую, что моей мощи не хватает, потому что до этого я без Наташи летал, ну, как-то, вот первый раз во сне я летал с Наташей, я чувствую, что, ну, просто что-то тяги не хватает, хотя до этого я там маневрировал, там парил, короче, там от кого-то убегал, там со скалы прыгал, всегда оставался в живых, а тут, смотрю, что-то тяжело, и тут я вспоминаю, ну, немножко, знаете, сон такой, я вспоминаю, что у меня сзади капюшон, там где-то вот так сокрыт, там под курткой, я говорю, Наташа, выдергивай оттуда этот капюшон, у меня там капюшон какой-то, и она начинает этот капюшон оттуда выдергивать, начинаем в какой-то поток, и я вижу, что мы просто летим в каком-то потоке, в какое-то течение попали, и куда-то улетаем, вот такой сон, я проснулся, Наташа, как обычно рассказываю, делюсь своими с нами, говорю, Наташа, ты знаешь, вот сон такой странный приснился, я знаю, что он от Господа, но толкования пока нету, давай будем молиться, может быть, Господь откроет, в Южной Корее, когда я готовился к проповеди, в воскресенье это было, и Бог дает мне откровение, которым я поделился, в Южной Корее, в Сеуле, в церкви Ландмаркер, это было сильное слово, там, ну, действительно, очень всех хорошо так коснулось, все потом благодарили, и вместе с этим откровением я получил толкование на этот сон, о том, что по каким-то причинам наше служение в Болгарии, оно летит просто в бездну, и просто скоро потерпит какую-то, ну, какую-то катастрофу, что наша церковь на грани какого-то, знаете, уничтожения или распада, что осталось совсем немного, и от нашей церкви, ну, просто она разобьется просто, и нам надо просто как-то катапультироваться, но в самый последний момент мы попадем в какое-то течение, в какое-то движение, и вы знаете, это именно то, что с нами в Южной Корее произошло, потому что это только потом я осознал, мы знакомимся там с определенными людьми, ну, например, мы знакомимся с лидерами церкви Онури, которые этим летом к нам тоже собираются приехать, и вы знаете, нам просто так вот, мы посидели, поговорили, они говорят, ну, там, этот главный их пастырь говорит, мы были в прошлом году, в 2017 году летом в Софии, я говорю, да, вы были в Софии, ну, вот это да, здорово, а что же вы там, к нам в Варну, ну, они знали, у них там свое что-то, и мы потом с Наташей говорим, вы к нам в Варну приезжаете, ну, что это София, ну, что это София, ну, вот Варна, это да, да, в Софии там посмотреть нечего, ну, серый какой-то, городишко такое, там все куда-то бегут, как-то все грязно, как-то все, а вот Варна, это черное море, да, это фрукты свежие, это красиво там, ну, все, есть куда сходить, есть куда съездить, тут золотые пески, ну, и мы как бы их вот так привлекаем, они говорят, все, хорошо, будем, и потом нам говорят, после вот этой встречи нам подходит с Новосибирской, из церкви Краеугольный Камень, это тоже, наверное, Андрей знает, большая церковь, да, там что-то, ну, я не помню, сколько, по-моему, около 2000 человек, прихожан у них в церкви, он говорит, вы знаете, хоть с кем мы разговариваем, он говорит, ну, мы понятия не имеем, он говорит, это президент Онури, он вообще здесь, с ним многие хотят просто вот так посидеть, просто посидеть рядом, потому что у них этот человек, это какая-то махина, во-первых, это человек, который занял место главного пастора, или который ушел, ну, уже в Царство Небесное, и сегодня он ответственный за отправку миссионеров, то есть, это такая машина, которая отправляет, ну, то есть, уже Америку уже обогнали, самое огромное количество миссионеров, и, если они к вам в Варну приедут, ну, это просто, это для вас, это просто подарок, потому что у него, вот, рычаги воздействия, механизм, просто больше в Корее, среди церквей, такого человека не существует, он говорит, да вы что, он говорит, да, ну, это, говорю, Господь сделал, то есть, я верю в то, что вот этот сон, он как раз таки об этом, то есть, мы попали в какое-то течение, познакомились с какими-то людьми, которые к нам собираются приехать, и которые здесь что-то хотят вместе с нами, ну, как говорится, да, такое хорошее сделать. Я хотел бы открыть следующее место, почему сегодня я хотел поделиться именно тем, что нам очень важно научиться из ничтожного, не наоборот, вот из драгоценного выносить ничтожное, да, а вот из ничтожного выносить драгоценное, я думаю, что, вот знаете, вот в Болгарии и по всему СНГ ситуация такая, что люди пока как-то особо не верят, там, нашему движению, в священниках вообще давно разочаровалось, я думаю, что вот, например, у меня такой сложился такой, знаете, образ, что святой в представлении основной массы населения, да, это человек, который мученически пострадал и был убит, которому выкололи там такими раскаленными, такими палками, выжгли глаза, которому мы шампалами проткнули уши, которому мы, ну, это вот представьте, что вот я стою здесь весь в ножах, да, вот голову у меня оттекли, я вот так ее держу, она там вся вот так шампалами там все пробита, вот это святой человек, вот он умер за Христа, вот он мучился перед смертью, вот, но только он умер, ну, вы знаете, вот этот образ, тогда бы меня слушали, понимаете, если бы меня вот так убили, то меня бы слушали, понимаете, о чем я говорю, да, ну, в том плане, что вообще какие-то абсурдные вещи, то есть святой человек, это который умер, мученицка смертью, и потом уже после смерти, мы, может быть, признаем его святым, но, вы знаете, вот этот образ, он абсолютно не соответствует священному писанию, вообще Библия говорит о том, что мы все святые, да, все, кто поверили в Иисуса Христа, стали жить образом жизни, который Иисус Христос проповедовал и проповедует, и исполняем его заповеди, и не те, которые, умереть за Христа, это, конечно, хорошо, но те, которые посвятили своей жизни, те, которые живут для Христа, это святые, скажи аминь, потому что на самом деле, ну, просто вот верить вот в этот ложный образ о том, что святой этот, тот, которого там забили, замучили, Вот мы бы потом его слушали, если бы он остался в живых. А так как он умер, то слушать кого? И мы выносим из драгоценного ничтожное. То есть на сегодняшний день это какое-то тотальное разочарование в плане того, что вообще верить никому нельзя, что священника вообще не осталось, что вообще, ну просто, то есть голое какое-то сплошное поле. Но, знаете, это опять же не соответствует тому, чему апостол Павел учил. Апостол Павел учил о том, что даже если кто проповедует Иисус Христа лицемерно, я этому радуюсь. Вы слышите меня, да? А Иисус Христос в одной истории, когда ученики к Нему подходят, говорят, вот один человек, он не ходит с нами, а он изгоняет бесов именем Твоим. И Иисус Христос говорит, не запрещайте ему, потому что никто, говорящий обо мне или исповедующий имя Мое в длительное время, в ближайшее время, не совпадает ничего злого. Слушайте этого человека, пусть он делает свои дела во имя Мое, пусть освобождает там людей, пусть изгоняет бесов. То есть, смотрите, Библия учит тому, что если какая-то динаминация, да, какое-то направление верит в Иисус Христа, неважно, православная церковь, католическая, протестантская церковь, учение правильное, ну, может быть, у них там театрализованные какие-то представления, все равно слушайте, потому что там говорят об Иисусе Христе. Всякий дух, который исповедует Иисус Христа Господом, пришедшим во плоти, есть от Бога. Так говорит Священное Писание, так нам надо отличать. Если дух, который не исповедует Христа, пришедшим во плоти, дух какой-то такой мутный, непонятный, о том, что вроде бы о Иисусе Христе, но тут же обудит, тут же еще там реинкарнация какая-то, тут еще что-то, это дух не от Бога, это дух антихриста. И мы этого слушать не будем. Но если мы видим о том, что учение правильное, надо ходить, надо общаться, надо погружаться, надо молиться, надо двигаться, потому что с кем поведешься, от того наберешься. Если ты будешь во всем разочарован. Сейчас у нас такое время, когда нам надо научиться как раз-таки из ничтожного выносить драгоценное. Из ничтожного выносить драгоценное. Ну ладно, там упал, ну ладно, этот разбился, но все равно я буду искать. Я все равно, я хочу сказать, и сегодня я повторю эту мысль о том, что в любой церкви, в любой церкви христианского направления можно найти пусть хотя бы одного, двоих истинно верующих людей. В любой церкви христианского направления. Будь то православное, будь то католическое, мы не воюем против православных. Слава Богу за православных. Мы не воюем против католиков. Слава Богу за католиков. И мы не воюем, конечно, просто против протестантов. Мы сами протестанты, да, но и мы не протестуем, Потому что слово протестантство, много людей понимает, что они там протестуют, против кого они протестуют. Слово протестантство, толкование этого слова, выступать публично. Это не значит что-то протестовать, выступать публично с какими-то заявлениями, которые были написаны уже очень давно в Евангелии. Следующее место, которое сегодня хочу открыть, давайте мы вместе откроем. Оно написано в послании к римлянам, 8 глава, с 28 стиха. Здесь апостол Павел пишет. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? И вот вы спросите, да? Если вы слышите осуждение какого-то пастыря, евангелиста, пророка или какого-то служителя, спросите вот этот вопрос, а кто осуждает? Осуждает право тот, кто святой абсолютно, ну то есть кто не имеет вот этого греха, но осуждает, как правило, люди, которые сами во грехах, во пороках, и они еще вот из этой грязи, да, начинают вот этой грязью кидаться, короче, да. Поэтому в Библии говорят, а кто осуждает? Кто может или кто имеет право судить? Право судить имеет только судья праведный, только Бог. Мы не имеем права судить вообще. Кто-то, написано в другом месте, апостол Павел, судящий чужого раба, падает он или встает. Бог силен поднять его, даже если он там вот так низко упал, Бог силен поднять его. Мы не вправе осуждать. Аминь или не аминь. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он и деснуй у Бога, он и ходатайствует за нас. Он за всех нас ходатайствует, он всех любит, он всех покрыл, он всех уже омыл, он всех уже оправдал. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или ногота, или опасность, или меч, как написано. За тебя умиршляют нас всякие деньги, считают нас за овес, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силу возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая, какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. Слава нашему Богу. Еще одно место я хочу сразу открыть, потому что они связаны. И это написано в послании к Филипписам, 4 глава. Также апостол Павел пишет. Умея жить и в скудости, умея жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Аллилуйя. Апостол Павел это была такая личность, которая могла все. Он мог жить в нищете, он мог жить в изобилии, он мог жить в богатстве. Он, если читать о нем подробно, что он только не претерпел. Я думаю, что вот действительно в одном месте в послании к Евреям написано, что весь мир был недостоин этих людей, потому что они скитались, они были там в такой нужде. Ради чего они все это терпели? И последнее место, которое сегодня хочу открыть, я буду уже заканчивать. Это очень сильное место на самом деле. И оно написано во втором послании к Олимпинам, первая глава, с третьего стиха. Все тот же апостол Павел. Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящийся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Давайте мы немножко проникнемся вот этой мыслью. Апостол Павел пишет о том, что в тот момент, когда мы проходим какие-либо скорби и получаем утешение, это все неспроста. Кому-то может это показаться ничтожным, но зачем, Господи, ты меня опять испытываешь, зачем опять эта боль, зачем опять эти страдания. Но если ты верующий человек, всегда в какой-либо скорби ты получишь утешение. Аминь, да, потому что в одном месте написано, что Бог сверх силы не дает, но при искушении всегда дастся силу, что можно было превозмочь. Так или не так? И когда мы получаем это утешение, мы получаем оно для того, чтобы потом кого-то тоже утешить. То есть мы приходим к человеку и говорим, ты знаешь, у меня была такая ситуация, мне было так же больно, да, но давай помолимся вместе, и Господь исцелит наши раны. Так или не так? И мы можем кого-то утешить, мы можем кого-то поддержать, мы можем кого-то привести в молитвы к нашему Господу, который есть Бог-утешитель. С 5 стиха. И по мере, как умножается в нас страдание Христово, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Ибо не хотим оставить вас, братья, в невидении о скорби нашей. И давайте послушаем внимательно, потому что это особенный случай. Бывшие с нами в Асии, то есть в другом переводе в Азии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы. То есть в одном месте апостол Павел говорит, что по силам Бог не дает, а здесь в этом месте апостол пишет о том, что сверх силы, мы не могли это перенести. Так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, восрешающего мертвых, который избавил нас от столь близкой смерти, избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит при содействии и вашей молитве за нас, дабы за дарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Здесь апостол Павел пишет о том, что Бог дал такую ситуацию, когда они уже не надеялись даже выжить. Это было дано сверх силы. Для чего? И смотрите, апостол Павел из ничтожной ситуации выносит драгоценное. И он говорит о том, что что в этой ситуации драгоценное, нас чуть не убили. И он говорит о том, что для того, чтобы мы научились надеяться не на себя, слышите меня, чтобы мы все свое упование научились возлагать на Господа, который верен, который из мертвых может, на самом деле, да, если потребуется это, если это будет необходимым, то из мертвых может воскресить, потому что он воскрешающий. С 12 стиха я хочу сказать о том, что здесь, знаете, такая глубина сокрытая. Если мы научимся уповать совершенно на Господа, Богу с другой стороны нет нужды вводить в нас такие ситуации. Вы слышите, о чем я говорю? Потому что Бог вводит в такую ситуацию людей, которые не научились еще. Все еще где-то надеяться на свою плоть, на человека какого-то там, возвели там на пьедестал, на технологии, да, на транспорт, ну вот на силу коня, как написано, да, не надейся. Тогда Бог может ставить в такие ситуации, чтобы показать о том, что, ну что твой конь, да, что твой транспорт, что вот эти технологии, они по сравнению с Божьей славой ничего. Если ты на самом деле еще не понял, то будут возникать какие-то ситуации, которые будут ломать вот эти стереотипы, которые будут вот просто вот валить вот этих кумиров, которых мы себе воздвигли, разрушать какие-то твердыни, стереотипы. Ну давайте мы дальше прочитаем, дальше еще интереснее. Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и благоугодной искренности, не по плоской мудрости, но по благодати Божьей жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, что, как, надеюсь, до конца уразумеете. Так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалой, равны и вы нашей в день Господа нашего Иисуса Христа. И вот здесь вот кто-то может не понять, он говорит, мне непонятно, что это такое. Вы будете нашей похвалой, как и мы будем вашей похвалой. Вы знаете, чем апостол Павел хвалится во многих посланиях? Он хвалится тем, что он кого-то родил, он хвалится тем, что та или другая церковь когда-то родилась, когда-то возникла, что родилась какая-то, вы знаете, на самом деле, поместная церковь в Ефесии, в Колоссах, в Коринфинах, в Галатах. То есть апостол Павел был один из самых мощных евангелистов того времени, который с малой, можно так сказать, с малой группой своих соподвижников, 15-16 человек, он евангелизировал практически весь Старый Свет того времени. Практически в каждом крупном городе была церковь, которую открыл апостол Павел. И он говорит, вот вами я могу хвалиться, вы плод мой, я родил вас благовествованием, и вы потом в День Христов будете хвалиться мной, потому что вы поддерживали мое служение, служение апостола, служение пророка, служение пастора, служение евангелиста, служение учителя, потому что Павел был универсальным служителем. Он все это вмещал в самого себя, потому что он был первый, это была какая-то жизненная необходимость. Апостол Павел хвалится, смотрите, он хвалится своим плодом, что он кого-то не только родил, он кого-то взрастил, потому что не тот отец, кто рождает, а тот отец, который вскармливает, изращивает, который печется, который несет ответственность за ту или иную поместную церковь. И потом апостол Павел в этом немало не сомневается. Говорит, потом в день Христов я буду хвалиться вами, а вы будете хвалиться мной. Вы слушаете меня? Насколько это важно? Потому что если вы принимаете пророка, да, вы получаете награду пророка. Если вы принимаете евангелиста, вы принимаете награду евангелиста. Если вы принимаете пророка как пророка, да, но не просто вот, ну, там, приехал еще там очередной какой-то. Приехал, принимаете апостола, да, вы получаете дар апостола. Это все взаимосвязанные вещи. Потом в день Христов, на самом деле, вы сможете похвалиться. Я приняла, я вошла в это служение, я помогала, да, на самом деле. Меня очень действительно тоже умилило, когда пришла бабушка, которая не знала нас, не знала меня лично, и она принесла свои пожертвования, скудные пожертвования. Она говорит, я услышал, что пастырь приехал к нам в больницу издалека. Вот, пожалуйста, мои пожертвования. Я не могу, она сказала, я не могу дойти до своей церкви, я хочу отдать вам. Вы знаете, мы просто, мы приняли вот этот дар с благоговением, как почитание. Почитание пастыря, почитание служения. В Южной Корее почитание пастыря, оно очень, я хочу сказать, очень большое. Люди это уважают. В Болгарии, к сожалению, по всему Советскому Союзу, бывшему, да, к сожалению, такого почитания вообще, ну, то есть это, я могу смело сказать, ниже принтуса. То есть полное непочитание. Но нам надо научиться из ничтожного выносить драгоценное. Из ничтожного выносить драгоценное. Пусть вот из праха, да, вот подымется, на самом деле, вот эта птица Феникс, да, что вот на самом деле надо научиться верить. О том, что подымутся служители, да, мы будем их принимать. Подымутся апостолы, подымутся новые пророки, подымутся новые пастыри. И мы будем хвалиться в день Христов тем, что мы когда-то поддержали им руки. Что мы на самом деле поддержали руки новым служителям, которым было трудно, Но они устояли, потому что мы живем в последнее время, и сейчас быть служителем намного труднее, чем две тысячи лет назад, намного труднее, потому что все вот так вот, все на самом деле перемешалось, мы живем в период Вавилона, о том, что Вавилон так и переводится, полное смешение всех религий, все вот так, настолько смешанные понятия, разбитые какие-либо представления об истинной вере, и люди почему-то уверены в том, что они спасутся только потому, что они считают себя где-то в глубине души, верующими людьми, но при этом даже пальцами не хотят шелохнуть для того, чтобы исполнить хотя бы одну заповедь. Я хочу сказать о том, что одно из критериев твоей веры на сегодняшний день сокрыто именно вот в этом месте. Чем ты сегодня можешь похвалиться? Есть ли у тебя человек, за которого ты сегодня молишься? Есть ли у тебя сегодня человек, которого ты когда-то благовествовал, и этот человек родился свыше, за которого ты взял ответственность, которого ты взрастил, и это стал человек верующий? Человек, который возрос в меру полного возраста Иисуса Христа, это твой сын по вере, потому что ты родил его, это твоя дочь, потому что ты взял за нее ответственность и проследил весь вот этот путь. Вот буквально от момента рождения свыше до того момента, когда эта личность смогла жить самостоятельно. Вот за это ты сможешь сказать Богу, вот Господь, это мой плод, это мой плод. И кто-то может сказать о том, что да, я могу похвалиться за то, что я когда-то вошел в какое-то служение, поддерживал это служение, делал все возможное со своей стороны, чтобы поддерживать того или другого служителя, поддерживать ему руки. И за это я получу награду. Это плод. Слушайте меня, да? Но если просто так в глубине души верить и дома сидеть, и вот так, ну я просто верю, плода нет. Это бесплодное дерево. Плод, бесплодное дерево, понимаете? И оно, в последнее время оно будет просто сожжено. Это не говорят апостолы, это говорит сам Иисус Христос. Дерево, не приносящее плод, срубают и бросают его во тьму внешнюю, там, где будет плач и скрежет зубов. Это не я придумал. Нам очень важно знать Священное Писание, потому что в Священном Писании, особенно в Евангелии, написано абсолютно все. Если ты знаешь хорошо Евангелие, ты прекрасно знаешь, что от тебя ожидает Господь. Чтобы потом в последний день сказать, Господь, я не только знал, что Ты повелел мне сделать, что Ты ожидал от меня, я это исполнил. И опять же, не своей силой, а благодатью, написано, благодатью, которая дана была мне по вере. Слава нашему Богу. Я уже заканчиваю свое свидетельство о том, что вот эта конференция, она, конечно, дала мне какое-то подкрепление в плане того, что мы не одни, о нас знают, я рассказывал там свое видение, свое видение о том, что вот в моем видении это евангелизация Китая. Мы делаем все возможное, мы собираем пожертвования для Китая, мы делаем все возможное, чтобы хотя бы раз в год выезжать в Китай. И сегодня, ну как уже, в этом году уже, дай Бог, если нам получится туда выехать, мы будем проповедовать уже и в подземной церкви, которая одно время вышла наружу и начала уже как бы проводить официальные служения, но начали пропадать лидеры больших движений, и церковь опять ушла в подземелье, потому что этих лидеров так и не нашли. Скорее всего, их или уже убили, или они пожизненно будут сидеть в тюрмах. Ситуация в Китае очень серьезная, да, по сей день, да, то есть она до сих пор находится в подзем, в запрещении. Я делился своим видением о том, что мы молимся за пробуждение в Китае, и мы верим в то, что придет время, и более одного миллиарда китайцев будут спасены. Я делился этим видением, что когда мы в это поверили, когда мы стали в проломе, не только за болгарскую землю, но и за китайскую нацию, Бог начал нам содействовать, то есть Бог начал нам предлагать тех людей, которые тоже в этом движении двигаются. Приехал миссионер из Китая, кореец, и он сказал о том, что Китай начал строить железную дорогу в направлении Европы, и назвали эту дорогу «Шелковый путь», и этот «Шелковый путь» будет проходить через все станы, да, это Казахстан, Узбекистан, Киргизстан и так далее, и тому подобное. И он получил такое видение о том, что они будут готовить именно миссионеров русскоговорящих, потому что все эти станы, все понимают русский язык прекрасно. И говорит, мы будем через эту железную дорогу отправлять очень много миссионеров, которые будут обучать самых разных. Сейчас, в прошлом году, к нам, на нас вышли миссионеры, да, миссионерские центры из Филиппин. Они сказали, опять же, еще одна очередная такая мозаика, они готовят сейчас уже китайцев, которые бежали из Китая, и сейчас проходят на Филиппинах обучение, их обучают там на миссионеров, для того, чтобы отправлять по всему миру, но в основном сейчас идет подготовка на Европейский Союз, будут отправлять миссионеров, и они искали, и они вышли на нас и сказали, мы слышали, здесь есть пастырь, который верит в то, что здесь будет очень большая венглизация, что один миллиард китайцев спасется, и мы хотели бы к вам китайских миссионеров. Вы хотели бы, чтобы у вас был такой здесь, как штаб-квартира, такой миссионерский центр? Я говорю, это входит в наше видение, это входит в наши планы, поэтому добре дошли, добро пожаловать к нам в Варну, мы здесь будем, и они сказали, что мы хотели бы, чтобы через вашу церковь миссионеры распределялись по всему Европейскому Союзу. Слава Богу, кто это делает? Мы не приложили к этому никакого старания, мы просто верим. Мы просто верим, что Бог, Он есть, и ищущим Его воздаёт, и Бог со всех сторон начинает каким-то образом прилагать. Там где-то что-то, то, что нас на сегодняшний день, просто через этот туркменский сателлит показывают на пол земного шара, кто это мог сделать? Опять же, только сам Бог. Потому что сейчас мы, на самом деле, проповедуем Иисуса Христа, и при том Христа распятого. Наша цель – донести до каждого человека, кто такой Иисус Христос, что только Он спасает, только Он Спаситель. И вы знаете, вот просто проникнись, я уже заканчиваю, последней вот этой мыслью. Возьми себе просто в цель хотя бы одного человека. Если у тебя ещё неким хвалиться, нечем хвалиться, «Господи, у меня нет ни одного человека», ты просто представь, что твой близкий человек, на самом деле, он не верит Бога, и он идёт в погибель. Если ты лично, ну, это твоя родная кровь, если ты не приложишь к этому никакого старания, он так и уйдёт туда, и оттуда он уже не вернётся. И это просто не какая-то, вы знаете, на самом деле, просто там куда-то ушёл, какая-то абстракция. Ад – это реальность. Вы знаете, просто ад – это то место, если знать Евангелие хорошо, то это просто пекло. Пекло, где человек будет испытывать такую страшную боль, которую не уймёт уже никакой анальгетик, никакое наркотическое средство. Страшная боль – это зубная боль, которая распространится на всё тело. Это, как один пророк говорил, что человек будет лежать на червях, будет покрыт червями, и вот эти огненные черви, они будут изъедать всё его тело. И это будет продолжаться в вечность. И душа эта будет в бесконечных муках. И я хочу сказать, что ты несёшь за это личную ответственность, если ты за этого человека, за свою родню, за своего кровного человека, если ты не молишься. Я бы на твоём месте конкретно вошёл в пост. Я бы постился, молился до тех пор, пока этот человек бы не уверовал. Но для того, чтобы дать это, надо самому это иметь. Спасение можно дать только тогда, когда ты сам спасён, когда ты сам утвердён во спасении, когда ты сам чувствуешь о том, что я уже на самом деле 30 лет в Боге, 25 лет уже пастор, и я не уверен в том плане, что я не могу сегодня сказать о том, что просто, вы знаете, я всё сделал, я всё совершил, всё, что можно, меня ждёт какая-то там награда, и что вот это спасение нельзя потерять. Я убеждён, что любой верующий человек может потерять спасение. Может потерять. А спасение, всегда есть такая опасность. И моя задача – сохранить это спасение. Устоять вере. Не потерпеть кораблюшение вере, как написано, апостол Павел предупреждает. Я поэтому, да, на самом деле, просто я молюсь, я пащусь, я читаю Библию, я пребываю в общении святых, я служу в церкви для того, чтобы не только своё спасение сохранить, но также и кого-то ещё утвердить. Мы на самом деле, когда мы разговаривали с пациенткой в Южной Корее, и она оказалась очень такой, вы знаете, просто вот духовной. Она говорит, я там была, я там на Тибис Джошуа ездила, я там всех евангелистов этих знаю. Вот, и там те молились, эти молились, но они мне ничем не смогли помочь. Потом приехали к каким-то пророкам, они начали изгонять нас бесов. Я не думал, что во мне бесы есть, они как, давай из меня выходить. А потом опять туда пошла, и они там начали бесов гонять, там была Умунтиана, вот у Умунтиана там бесы начали выходить. Я говорю, вы ещё не устали вообще от этого, о том, что там просто бесов из вас выгоняют? Ну, они же выходят из меня. И, вы знаете, я говорю такую вещь, вы знаете, я когда-то написал такое стихотворение, оно просто пришло вот так, когда учил, и сам вдруг научился. «Когда освобождал, бежал от меня бес. В служении к исцелению исцелился, в служении к воскрешению воскрес». Я ей объясняю вот эту ситуацию. Вы знаете, вы будете иметь этих бесов, хотя я, например, верю, что если крещённый Духом Святым человек исполнен Духа Святого, он не может иметь беса. Я на этом стою, и поэтому бесам в моей жизни просто нет места. Но вы получите полное освобождение от бесов, когда вы сами начнёте этих бесов изгонять. Когда вы получите полное исцеление, когда вы сами забудете о своих болезнях, о своей скорби, и начнёте служить ближнемуству. Не зацикливайтесь на себе, потому что это есть духовная форма вашего эгоизма. У вас слишком огромное эго. Поэтому бесы вас мучают, болезнь ваша мучает. Вот научитесь изничтожного выносить драгоценное. Бог сегодня дал вам сверх силы. Я понимаю вашу страшную боль, потому что она сильно мучена. У неё там уже рак, уже, к сожалению, там уже распад пошёл, и рассейки пошли, и они уже опустили руки. Я хочу сказать о том, что вот в этой крайней ситуации, опять же, Иисус Христос вас не оставил. Он ждёт вас в своей обители. Если вы всё своё упование, как апостол Павел говорит, когда уже пришла ситуация, уже сверх сил, то уже невозможно было вынести. Мы просто всё своё упование возложили на Господа. Не на себя, а на Господа. И Бог спас нас. Слышите меня? Вот в этот момент Бог спас нас. Поэтому, слава нашему Богу, давайте, друзья, мы живём в последнее время. Последнее время, ничтожное время на самом деле. Но даже вот в этом ничтожном времени всегда можно найти драгоценное. Иисус Христос, когда пришёл на эту землю, Он учил, это Его учение. Он говорит, я пришёл, оставил небеса для того, чтобы в поле, что такое поле? Это грязь, это вот земля, это пахота, чтобы вот среди вот этой грязи найти жемчужину. Вот в этом ничтожном поле, вот в этом навозе найти что? Драгоценную жемчужину. Душу. Душу человека спасти. Душу человека спасти. Мир идёт в ад. Сегодня миллионы, миллиарды людей идут в ад. Потому что кто такой Иисус Христос для них? Да никто. Да был какой-то там что-то, да? Но я хочу сказать о том, что если ты прочитаешь Евангелие, ты поймёшь о том, что Иисус Христос есть единственный спаситель. Твоя последняя надежда. Единственная любовь, которая спасает. Тот, который принёс благодать и истину на эту землю. Потому что до Него этого не было. Если через Моисея пришёл закон написан, да, евангелист Иоанн об этом пишет, то через Иисус Христа произошла благодать и истина. Благодать и истина. Благодатью мы спасаемся, да? А истина – это то, что нас освобождает. Давайте мы сегодня встанем, друзья. Помолимся нашему Господу. Я верю в то, что Бог будет вести нас по тому пути, чтобы нам воистину в это последнее время из ничтожного выносить драгоценное. И тогда Бог что обещает? Вот я сделаю вас, как свои уста. То есть Бог хочет через нас говорить. Бог хочет через нас действовать. Через это Слово, которое есть меч, обойду острый, Он хочет освобождать, отпустить измученных на свободу, исцелять сокрушённых сердцем. Проповедует ли это Господне благоприятное? Спасибо тебе, дорогой Иисус. Господь, тебе не нужна очередная красивая проповедь. Господь, Иоанн, ты устал смотреть, как проповедники соревнуются друг перед другом в каком-то красноречии, в какой-то риторике. Господь, тебе и сегодня нужны свидетельства. Свидетельства о том, что ты живой Бог, действующий и всемогущий, что ты сегодня исцеляешь, что ты сегодня освобождаешь, что ты сегодня тот же Бог. Вчера, сегодня и вовеки тот же Бог. В тебе нет ни тени и перемен. Самое главное, только ты можешь спасти душу от этого страшного и вечного ада. Только ты можешь ввести нас в свою обитель. Тот золотой небесный Иерусалим, который ты приготовил для человека. Человека, который полностью целиком доверился тебе. И Слово твое говорит, что найдут меня, когда взыщут меня всем своим сердцем. Помоги нам взыскать тебя всем сердцем. И ты обещаешь, что кто ищет, тот находит. И стучащему отворят. Спасибо тебе, дорогой Господь. Аллилуйя, Отец. Мы славим тебя. Поклоняемся тебе. Ты единый Бог. У нас одна вера, у нас один Господь. У нас одно основание, у нас одно слово, одно спасение. Никто из живущих на земле не сделал то, что ты сделал, Иисус. Ты пришел, Иисус, сверхъестественно. Ты говорил сверхъестественно. Кроме того, что ты говорил невероятные вещи, ты все это исполнил. Кроме того, что ты был искушен абсолютно во всем, во всяком грехе. Ты не сделал ни одного греха, так написано. Весь ад и смерть восстали против тебя, Иисус, но ты устоял, и ад и смерть пали пред тобой. Все небесно, земное и преисподнее рухнуло перед тобой и сегодня преклонилось перед тем, что ты сделал, Иисус. Ты принес нам совершенную победу в этой драгоценной жертве, жертве непорочного Агнца, который был заклан еще прежде создания мира за каждого из нас. Ты доказал свою любовь тем, что ты умер за нас, когда мы были еще грешниками, недостойными тебя, но ты пошел за нас на эту страшную смерть. И когда ты сказал совершилось и спустил дух, Бог принял эту вечную жертву. Тот крест, на котором должен был висеть я или каждый из нас, судилище, которое было предназначено для того, чтобы на нем был суден мир, потому что все согрешили и лишены правды Божьей, занял Сын Божий, который был абсолютно свят. И только такую жертву принял Бог для того, чтобы оправдать всякого человека, живущего на этой земле. Господь, мы благодарим тебя за то, что мы искуплены не драгоценным золотом, не серебром, Господь, но драгоценной кровью Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, который пошел за нас для того, чтобы нам сегодня не пойти в эту погибель, в вечную погибель. И Слово Твое обещает, что верующие в Иисуса Христа на суд не приходят, но перешли от смерти в жизнь и в жизнь вечную. Спасибо тебе, Господь, за то, что мы приняли когда-то эту веру, за то, что мы верим в то, что ты умер за грехи наши и воскрес в наши оправдания и был вознесен и восседаешь сегодня одесну у Бога на высоте и ходатайствуешь за нас. Каждый день ходатайствуешь и твоя молитва не напрасна. Ты каждого знаешь по имени, вступаешься за каждого из нас день и ночь, посылаешь ангелов твоих, которые берегут нас. Каждый из нас мог погибнуть уже десятки тысяч раз, сотни тысяч раз ты каждому человеку даешь возможность покаяться, спасти, помиловать. Миллионы раз ты обращаешься к каждому человеку для того, чтобы обратить его от погибели в вечную жизнь. Но люди пренебрегают тебя. Иисус, помоги нам не пренебрегать тебя, Господь Отче, и пойти, Господь Отче, к ближнему своему, который близок мне, молиться за Него, вступиться за Него, поститься за Него, хотя бы один день поститься, хотя бы несколько дней. Поститься до тех пор, пока не покаяться, не будет спасена душа. Потому что Ты обещал, что спасешься сам, спасется весь дом твой. Но это просто так автоматически не происходит. Нужно приложить усилия. Нужно самому утвердиться во спасение и привести всех своих близких во спасение в совершенную радость, в совершенный мир. в дом Отца. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя, Отец. Благодарим Тебя за Твое Божие присутствие. Я благодарю Тебя за вот это осознание. Я живу этим. Каждое утро я просыпаюсь, я призываю Твое имя. Я молюсь Тебе, я говорю, Господь, я без Тебя не хочу прожить еще один день. Помоги мне, вдохновляй меня. У меня сегодня предстоит какое-то дело, благослови это дело. У меня предстоит путешествие, благослови это путешествие, хранение в пути. Я молюсь до тех пор, пока в сердце не придет мир. Я уже давно заметил, когда я помолился, когда пришел мир, когда Ты ответил, таким образом на мою молитву весь день проходит, как по маслу. Ты хранишь и оберегаешь, потому что Ты верен Своему Слову. Помоги нам так жить, каждодневно уповая только на Тебя. Тогда Ты благоволишь всем нашим делам, наши предприятия обязательно состоятся. Мы будем богаты на всякое доброе дело, потому что мы почитаем Тебя, как Царя Царей, как Бога Богов и Господа Господствующих. Спасибо Тебе еще и еще раз, Господь, Отче. Мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя нашего Господа Иисуса Христа. И Церковь Божия скажет Аминь. Слава нашему Богу. Я хотел еще помолиться за пожертвование. У нас стоит коробочка и для Китайской Церкви, и для Димы.